Улыбочку, движение. Ты что, с ума сошла? Иконы стала выставлять, иначе ты сядешь в тюрьму. Сэ ля ви, как говорят. Сэ ля ви. Тамара Николаевна Шутян называет себя бабушкой. Хотя какая она бабушка? Ее энергии можно только позавидовать. Наша беседа растянулась на два часа, и поэтому мы решили сделать сразу два выпуска. Так, сейчас снимаю коньки, идем гулять. Куда вам надо? Тамара Николаевна, у вас был период такой, когда вы жили и работали в Америке? Да. Вот конькобежец Дмитрий Бочкарев провел 15 лет за рубежом и назвал это пожизненной ссылкой. Вам было комфортно? Да, мне комфортно было. Почему? Потому что первое, ну, здесь были сложности, там не было, ну, не было средств каких-то. Были сложности, и поэтому мы решили организовать подготовку будущих олимпийских чемпионов, а бережной хрызе, за счет американцев. Так, а они почему были согласны? Они были согласны, потому что к ним на каток в Хакен Саки приехали олимпийские чемпионы, тогда это были Казакова Дмитриев, они там тоже тренировались, а бережная хрулидзе как будущие участники, тренеры олимпийских чемпионов Игорь Басквин и Тамара Москвина, и мы еще занимались с американской парой Инна Циммерман. Вот, поэтому мы в Америке подготовили будущих олимпийских чемпионов. Кроме того, их обе пары приглашали на показательные выступления, и они могли зарабатывать себе на жизнь. Кроме того, их знали в Америке, потому что возить русских спортсменов из России в Америку на любые показательные выступления для всех организаторов дорого. Я начала ездить на соревнованиях с 1960 года и наблюдать за жизнью в разных странах. Пыталась, если нужно было и можно было, заимствовать то хорошее, что у них было, но в то же время сохранять то хорошее, что было и есть у нас. А сейчас не скучаете по юбилейному, по Мишину? По Мишину не скучаю, мы с ним видимся на соревнованиях, по юбилейному скучаю. В юбилейном нам город организовал вместе с Алексеем Николаевичем школу «Звездный лед», но согласно закона нельзя было дать этой школе имя Москвиной Мишина, как это предполагалось, потому что по закону человек должен быть мертвым 30 лет и только тогда бюджетом. Знакомьтесь, пожалуйста, это наш главный специалист Ольга Игоревна. Здравствуйте. Как у вас могут фотографии? Так, вот можете посмотреть. У вас перед Олимпиадой в Накана была интересная ситуация, что сразу две пары были, Казакова, Дмитрия Бережна и Секариулидзе, которые потенциально шли, возможно, на победу на Олимпиаде. Была между ними ревность. Казакова мне призналась, что она так ревновала. Была, была. Каждая пара могла выиграть эти соревнования, потому что это мои ученики, и у меня особого, как бы сказать, родственных чувств ни одной пары не было, потому что никто из них не был моей дочкой, сыном и так далее. А когда есть конкуренция, которая, как вы знаете, двигатель прогресса, так как две пары были совершенно разного характера, разных стилей, и мне было бы выгодно создать в своем коллективе здоровую конкуренцию, чтобы каждая пара друг друга подстегивала. Здесь мы занимаемся, вот здесь занимаются ребята хореографией, поддержками. У нас есть, как мы говорим, современное оборудование, вон там маты, и есть у нас нанотехнологии, нанотехнологическое оборудование. Это что, Юлия? Раз. Второе след, дальше. Два. Современное, дальше. Три. Это тоже нанотехнологии. Вот все наши секреты. Так, зеркало. Зеркало, вот еще тоже очень специфическое оборудование. Становишься перед зеркалом, подтягиваешь соответствующие части тела и отрабатываешь улыбочку, движение. Улыбочку тоже надо отрабатывать. А как же? Вот чем мы пользуемся. Да, значит, я не знаю, сколько у Этери Тутберидзе учеников, учениц, так? Очень много. Необходимо в каждой группе, чтобы была конкуренция между спортсменами. А не получится, что они друг друга перейдут. Но она должна быть так организована, чтобы эта конкуренция была созидательной. В свое время у меня были Мишкутенок Дмитриев и Бечка Петров. Они одновременно тренировались у меня в группе. Мне тоже удавалось их так тренировать, что, ну, может, кто-то и не считал друг друга конкурентов. Ну, бывали случаи, но все это, да это в каждом деле. Бережная этих рулицоказательств не готова в силу возраста. Давление ли это? Нет, они просто допустили одну ошибку, а это же судьи же видят, и все. И все, поэтому было честное судейство. Казаков с Дмитриевым не допустили ошибок, поэтому они и заняли. Оксана Казакова сказала, что она испугалась выходить на произвольную программу. И чуть ли не вы пришли в раздевалку, искали какие-то слова, что заставили ее выйти на лед. Ну, насчет того, что она испугалась, этого не помню. Раз. Единственное, что я помню, что Оксана всегда, как бы сказать, она как бы где-то волновалась больше, чем необходимо было для самоконтроля. Она понимала, что шанса выиграть может не быть. Да, конечно. И что ей помогало? Я нашла такой прием. У меня была маленькая рамочка с портретом ее мужа. И когда я эту рамочку вставила на бортик, и Оксана видела умиротворенное лицо ее мужа Алексея, то тогда она успокаивалась. И вот, значит, уже идет разминка перед соревнованиями. Уже перед стартом они катались в одной группе, в Нагана. Мы прилетели буквально, как бы вчера вечером выступали, то есть практически еще даже не успели акклиматизироваться по времени, там, в шесть часов праздницы. Ну, и мне же лет не двадцать тогда было. И вот Оксана кружит около меня, кружит, смотрит на меня призывно. Думаю, что такое? Забыла! Я раз руку в карман, достаю этот маленький портретик и оставлю его на бортик. И Оксана сразу расплылась, выдохнула и успокоилась. Тренеры, ну, тогда это были Татьяна Анатольевна Тарасова вместе с Еленой Анатольевной Чайковской, они потом говорят, слушай, Москва, ты что, сдурел? Ну, извини, такой, ты что, с ума сошла? Иконы стала выставлять на этот... Всегда, когда меня спрашивают, а какой адрес вашей школы? Я говорю, запомнить просто. Бабушка Тамара на улице Бабушкина, 30, приезжайте. Когда однажды меня остановил сотрудник ДПС, ну, и говорит, заполняйте типа такого эти... Нет, заполняйте Европротокол, и он другому водителю, с которым мы как бы поцеловались, он говорит, ну, заполняйте. Вот видите, вот здесь написано, написано, водитель один, это вы заполняйте. Водитель два, это бабуля. Водитель один, это вы заполняйте, слушайте. А это бабуля. Я-то знаю, как заполнять. Я стою, типа такой, жду, когда ему объяснят. Я только думаю, а бабуля-то это кто? Ну, я сделала независимый вид, сказала, не надо мне объяснять, я знаю как-то. Но это немножечко подействовало. Потом подумала, сэ ля ви, как говорят. Сэ ля ви. Вот теперь, значит, бабушка Тамара на Бабушкиной, 30. Запоминайте, приходите в гости. Тамара Николаевна, хотел спросить, а почему вы не отговаривали Казакову завершать любительскую карьеру? Я ведь был всего 22 после Наган. Ну, хорошо, Дмитриев закончил, но можно было найти нового. Я не думаю, что я принимала участие в том, чтобы она завершила свою карьеру. А Артур Дмитриев и Оксана, они прекрасно выступали в профессиональных шоу. И поэтому весь мир, как сказать, восхищался их мастерством. И они правильно решили, что лучше они будут сохранять вот такое сотрудничество, выступая по всему миру в показательных выступлениях и в различных специально для телевизиции организованных мероприятиях. И получать удовольствие от катания, и заставлять удовольствие миллионам публики, чем снова готовиться для получения чего? Очередной медали. А так заставлять. Зачем нам заставлять? Зачем нам, тренерам, заставлять? То есть, вот, например, Алина Загита, выигравшая все, что только можно, осталось, она просто хочет, да? Ну, давайте так. Я вас спрошу. Вот, например, у вас был конкурс на лучшую журналистскую какую-то статью. Вы выиграли этот конкурс, и все вас поздравляют, цветы и букеты, т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Ну, и потом говорят, слушай, а что ты здесь сидишь? Все, заканчивай. А чем я буду зарабатывать? Пойду на завод? Ну, вот. Значит, для нее не медаль, главное, а выступление, сам процесс, тренировки, выступление, то, что она этим доставляет удовольствие публике. Ведь у нас катаются миллионы детей. А если взять мир, вообще много. Занимаются разными. Так не все же добиваются результатов на Олимпийских играх. Но сколько занимающихся. Травма Елены Бережной – это самое страшное, что увидели в фигурном катании? Когда я говорила с доктором, я спросила, скажите, пожалуйста, чем, если все пойдет не по положительному направлению, чем это ей грозит? Он мне сказал, у нее возможны в дальнейшем эпилептические приступы. Вы что? Да. Так. И мы продолжили лечение, перевезли ее из Риги в Петербург и занимались в институте мозга, проводили лечение, и у нее никаких следов после ее этой травмы не осталось. Она же сейчас у вас тренирует тоже здесь? Да, она работает здесь. Когда она сказала, я хочу, я хочу начать кататься. Так. Кататься. Я себе сказала, Тамара, следи за Леной и организуй все так, чтобы она начинала, если будет выходить на лед, чтобы это было безопасно, иначе ты сядешь в тюрьму. Доктор, который ее лечил, он сказал, что ее нужно для того, чтобы она быстрее восстановилась, ее нужно привести в ее привычную обстановку. Что это имеет в виду? Вот Лена приходила на каток, клала ногу на барьер, смотрела, как дети катаются, разминалась, прогибалась, и постепенно, постепенно эта атмосфера, наверное, посредством влияния на ее и память, и ощущение, она способствовала ее восстановлению. На Олимпиаде Сотлэк Сити случился скандал грандиозный, когда сразу двум парам дали золотые медали. Бережной Сихролидзе выиграли уже после произвольной, канадцы подали протест, и им присудили тоже золотую медаль. Пока шли разбирательства, вы не боялись, что отнимут золото у вашей пары? Перед Олимпийскими играми в Сотлэк Сити и во время было очень много различных, в том числе и политических скандалов, коррупционных перед проведениями, во время проведения этой Олимпиады. Поэтому Международный союз конькобежцев, ИСУ и Олимпийский комитет были заинтересованы, чтобы этот скандал загасить. И когда меня и тогда президента Федерации фигурного катания Валентина Писеева вместе с руководителем делегации Валентиной Матвиенко нас пригласили на совещание к Рогге, мистеру Рогге, президенту Олимпийского комитета, мы обсудили все мероприятия для того, чтобы избежать каких-то, как сказать, лишений каких-то медалей, мы наметили такие мероприятия по вручению медалей, проигрыванию гимна, повторную церемонию награждения, чтобы это было сделано максимально справедливо и равномерно. Но все-таки повторная церемония – это не университетельно, ведь Елену и Антону уже наградили. Почему они должны еще раз выходить, слушать канадские гимны? А что тут такого унизительного? И второе, это церемония повторного награждения обеих пар передавалась по всем каналам, и спортсмены Елена и Антон стояли на золотом пьедестале. Если бы этого не было, то во всех бы средствах массовой ведро, на телевидении, во всех газетах стояли бы только канадские спортсмены. Тогда представители руководства страны сказали следующее. Вы являетесь членами Международного Олимпийского комитета, и здесь вы выполняете правила Международного Олимпийского комитета. Поэтому действуйте в соответствии с этими правилами. Народ не понимал того, что этот случай – это один из тех скандальных случаев, который был на этой Олимпиаде, который был ни на руку ни Олимпийскому комитету, ни Международному спортивному движению, ни взаимоотношения между странами и между Олимпийскими комитетами стран. Им за это, если так начинать разбираться, там было столько нарушений. Поэтому если бы наша страна начала предъявлять претензии или протесты, то тогда там бы сам черт не разобрался. Про Каваготи все-таки Смирнова. Юка говорила, что хотела дальше кататься, а Александру нам было кормить семью, и поэтому он ушел. Что в фигурном катании нельзя было заработать денег? – Заработать можно только, когда ты находишься в самом топе сильнейших фигуристов мира. А если просто так, то на зарплату трудно содержать семью с ребенком. А это только первое место, оно достаточно емкое, а остальные… – Ты к тому, что тут признал, что даже дом не купишь. В одиночном катании там совсем другие ставки, тем более, что парники и танцоры там, и эта ставка делится еще на два, потому что там уже два участника выполняют. Поэтому если вы хотите очень сильно узнать все цены, то вам надо провести, как это называется, исследование. – В женском одиночном катании сейчас самая очень популярная тема – это четверные прыжки уже. Вред это или… Ну, пользу понятно не понесет. Насколько сильный вред может быть от них? Есть ли какие-то исследования на этот счет? – Исследований на этот счет никаких нет. Я, когда была одиночницей, самый сложный у меня прыжок был двойной луц, который сейчас даже такого, наверное, никто не прыгает, так? И у меня два раза было растяжение связок голеностопа, так? Это на двойном луце. Так? То есть вообще я ничего не делала, детский элемент, а было. Так это не зависит, там четверной на четверной. И если человек не может прыгать четверной, он начинает, чтобы у него программа была музыкальной, что рёберность, красиво, костюмы, мимика и так далее. Слишком много за четверные дают, не отыграешь. Вот как раз идёт разминка. А что легче, найти мальчика к девочке или наоборот? Они должны оба прыгать, подходить, весоростовые соотношения. По возрасту сколько максимально? Возрасту максимально, ну... Тут ребят три года посмотрел сейчас. Да, ну... Ну если слишком большая разница, там семь, уже это трудно. Уже тяжело нахраняйте. Да, да, да. А так лучше так, три-четыре года. Ну и тут нет такого закона, правила. Даже в обычной жизни очень сложно найти партнёров для обычной жизни. А здесь ещё сложнее, потому что они должны прыгать, уметь, заниматься спортом, уметь кататься, хотеть кататься, жить в одном городе. Ну, короче, 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 короче. Так сказать, в парном катании можно ещё что-то придумать, что-то вот такое революционно новое. Или всё, что уже можно было, всё уже придумали, и в принципе сейчас просто где-то доводится. Не знаю. Мы думаем что-нибудь, что можно придумать. Потом могут поменяться правила. Раз. Дальше. Всегда же что-то придумывается. Так что я не могу дать однозначного ответа. И как специалист буду стараться, чтобы придумать или предложить, изменить в правилах для того, чтобы развитие парного катания тоже шло. Для своей нынешней пары вы такую же цель поставили, как для предыдущих? То есть золото Олимпиады? Мы не собирались в офисе, не садились за стол с ручкой и чернилами и не писали. Цель нашей совместной работы – золото Олимпиады. Мы работаем, учим элементы, составляем планы подготовки, изучаем новые элементы, думаем о том, как они будут соревноваться. Конечно, цель какая? Показать хорошее катание и выступить в самых крупных соревнованиях, которые считаются Олимпийской игрой. Это мечта каждого спортсмена. И поэтому сейчас, да, конечно, все хотим быть чемпионами, но неизвестно, как оно сложится. От того, что мы поставим цель, неизвестно, как она будет реализована. Боитесь, что могут увести перспективных учеников? Польстить там? Не боюсь, не боюсь, но могут. Вам будет тогда обидно? Нет. Главное, главное, главное результат. Результат. И главное, чтобы они прославляли страну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...